Ограничение движения касается двух участков. Первый – Красноармейка. Второй участок по Победе в районе рынка от проспекта Луначарского до улицы Вологодской. Здесь движение будет перекрыто целые сутки, все воскресенье. Однако, как заверяют специалисты, транспортного коллапса не случится. Если в будние дни на этом участке в час проезжают порядка 2000 авто в обе стороны, то в выходные транспортный поток существенно ниже, особенно в летний период. Для проведения ремонта специально выбрали ночной период и выходные дни. Частично перекрыть движение не получится. Слишком большой поток машин. В таких условиях дорожники работать не смогут. По их словам, особенно тяжело на перекрестке Победы советский. Однако, если машин не будет, сделать весь объем работ специалист обещает быстро. Тем более, что старое покрытие снимут заранее, завтра. Сам перекресток делается в один слой с ЧМА покрытия. Мы не выравниваем число. Он не так давно асфальтировался, он довольно-таки приличный. Но поменять покрытие на ЧМА, сделать нормальное трампути – мы справимся. И ему хватит времени. Да, я думаю, что мы с частиком шести вечера закончим с перекрестком, и у него будет вся ночь на стабилизации. А вот на другом участке от Луначарского до Вологодска и дорожникам будет еще сложнее. Здесь главная проблема – трамвайные пути. Заранее снять с них асфальтовое покрытие не получится. Эту работу придется делать в ночное время. Однако терпеть неудобства главным образом будут череповчане – и автолюбители, и пешеходы. Грядут изменения в схеме движения общественного транспорта. Из-за ремонта в общей сложности поменяет направление 21 маршрут. Среди них самые популярные – 31, 37, 39, 18, двойка. А также пригородный маршрут – Череповец-Шайма. Не скажутся ремонтные работы только на трамвайном сообщении. Более того, количество составов увеличится. С первого числа нуля часов до пяти часов второго июня будет закрыто движение транспорта на Красномейской площади. Объезд транспорта будет ушляться через набережную, Курсанский бульвар, через Комсомольскую и Столиваров. Объездной дорогой на эти выходные станет и Советский проспект. Однако такие трудности горожан не пугают. Я думаю, что это водители автомашин напрягают, это естественно. Но единственное, что, может быть, это не так смертельно и не так страшно, потому что в выходные многие уедут за город. Конечно, надо. Посмотрите, как хорошо сделали. Победа вообще замечательная. Мне кажется, ничего страшного. Можно чуть-чуть потерпеть, зато потом будет удобнее всем и автомобилистам, и как бы пешеходам. Уточнить схему маршрутов, получить всю дополнительную информацию можно на сайте медиа-центра 35media.ru, а также по телефонам горячей линии 083.